Драматический момент. Я тут на низкой высоте над лесом. У меня 400 метров. И, конечно, я тут мочью очко перекусывает. Можно сказать, лом. Дрифую я с пацаноликом. Сцепил зубы. Сжал яйца. Ну, в общем-то, так не буду отвлекаться на съемку. Ну, его в баню. Фу, как страшно. Здравствуйте, глубоковажаемые любители летных видов спорта. У нас третий день соревнований. Ну, день-то не третий, но хотят разыграть третий день соревнований. Небо, конечно, не способствует соревнованиям. Но мы на что-то надеемся. А интрига в том, что я почему-то нечаянно оказался на первом месте. И сильно волнуюсь. Волнуюсь я. Помогают мне фанаты и подписчики канала. Всем привет. Поспользуюсь случаем. Передай привет. Да, привет всем в Украине. Привет. Меня Антон зовут. Очень повезло. Очень рад. Ехал, ехал и заехал. Ну, и теперь что? Будет помогать. Вытаскивать планер. Сопровождать. Мы сейчас с Беновцом прочитали инструкцию, как нужно два планера за одной машиной тянуть. Очень приятно, что действительно люди находятся. Вот даже вот так заезжают на аэродром. Улыбаются. Значит, сделаем что-то не зря. Как, друзья, может планер ехать по полю сам. Видите? Красиво. До дискус. Едет. Вот если так вот спрятать. А если немножечко обогнать, едет человек. А машина тоже сама едет. Ты как я ту маму сужда тебе подарей? Пусантрус Валандос. Командир спорта. О, Герей. Пусантрус Герей, Эшбео Катрис Доси. Надежда есть, друзья, на то, что мы сегодня отлетаем в ретро-классе еще один день. И разыграем такие вот соревнования. Ну, в общем, то, что выглядело с утра, вот оно по той стороне горизонта. А сейчас, как вы видите, здесь сделаю такой объезд планера. Как вы видите, достаточно хорошо все. Это верное моноколесо со мной всегда. Очень удобная эта штука. Позволяет вот так перемещаться по аэродрому достаточно быстро, быстрее всех. Кидается в машину. То есть я вот сейчас доезжаю, отогнал свою машину, доехал до старта. Колесо бросил в машину. То есть вот именно то, что его можно бросить везде. То есть оно не занимает много места. Как-то на велосипед, например. Единственный минус колеса в том, что ходишь пешком меньше. И это, сами знаете, к чему приводит. К тому, что вместо там 84 килограммов, точно аж весит 90. Все наши друзья. Мой планер мы проехали. Это планер Пеноса. Это затонский планер. Моцер из затонской команды. И вот на этом почти мы закончили. Остался Пухач. На нем Арна с Повелосом летают. Повелос уже готов. Ты готов? Всегда готов. Всегда готов. Это хорошо. Ну вот что, мы полетим сегодня. Видите, какие зоны. Хорошо, что рядом с аэродромом. Есть шанс вернуться на аэродром всегда. Давайте внимательно посмотрим, что мы имеем сегодня. Время час 30. Это хорошо, потому что не надо будет долго мотаться. Нам нужно будет стартовать, ну понятно, на аэродроме. Потом сам старт. Это в районе Бирштонуса. Первый пункт. А собственно Бирштонуса есть. Потом какая-то краколака. Так, краколака. Где это краколак? Вот первая краколака. Сначала мы летим вот в эту большую краколаку. Потом вот в этот круг летим. И крайний круг нам поставили Бальбери эти. Ага, поближе к аэродрому, чтобы можно было только тюк и домой. Грамотные на самом деле упражнения. Есть шанс выжить. Всю неделю нам мешает ветер. И собственно сейчас присутствует достаточно. Ну нет, не сказал, что очень сильный. Но такой ветер при скорости наших планиров очень мешает. Понятно, что мы не парапланы. Но вот такой планер все-таки ближе уже к мощному, нормальному. А вот бенуса планер летит несколько медленнее. Ему упадаться с этим ветром. Ветер-то есть у всех. Понятно, что у бенуса гандикап. Что такое гандикап? Это в процентах. Насколько мой планер летит в процентах лучше, я получаю за это штраф. То есть мое время там на коэффициент умножается. Бенус на другой коэффициент. Ну и в принципе эти коэффициенты более-менее выравнивают наши шансы. Но все равно тут шанс основной при сильном ветре. На каком планере просто можно не долететь. Под крылом планера можно уютно сбить задачу в текущую прибор Оуди. Я пользуюсь прибором Оуди-Н. Очень мне этот нравится аппарат. Фактически выручил меня на этих соревнованиях. Огромное спасибо Навитеру. Компании Навитеру и Лозовому. Артему за вот этот девайс. Вот я сейчас модифицирую вчерашний таск. Как вы видите, задачка появилась на экране. Соответственно я могу увеличивать, уменьшать, двигать. У меня появляются поля необходимые мне для навигации. Их может быть намного больше. Но самое главное, что меня спасло, здесь есть вариометр. Соответственно звуковой можно сейчас включить его. И вот этот вариометр меняли в пас-пас, потому что в моем планере нормального вариометра нет. Даже вот эта штуковина, хоть она реагирует на набор высоты, ну понятно, вариометр должен на набор высоты реагировать, но планер просто может довольно резко эту высоту менять за счет изменения скорости. И конечно идеально вариометр компенсированный. Но хотя бы даже некомпенсированным сильно меня выручает. Ну как, ловь, 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 ловь. Как вы думаете, что вы думаете? Пермадине. Пермадине. Ты боишься сваржи, босс? Кто-то говорит, что полетим в понедельник, когда соревнования закончатся. Ну там будет погода бомба. Посмотрите, какая красота. Подумайте, с чем ассоциируется у вас этот планер? С какой страной? То есть этот планер, ну сразу говорю, не немецкий точно, не французский точно, не английский точно. Ну какой? Красный, красный, красный. Это итальянский планер. Вот посмотрите, сразу же видно итальянский. А вот его счастливый владелец, который собирается на нем влетать. Самая новейшая модель из Италии. Из Италии. Из Италии. Из Италии собрана. О, кстати, о Феррари я не подумал. Я попробовал Ламборджини, сейчас покажу спейнера от Ламборджини. А я вам сейчас покажу. А что Ламборджини? Позвонили мне, вот есть планер, полторы тысячи. Может, можно ли найти владелца? Ну вот, я и нашел. Главное, что он прекрасно выглядит, то есть он просто в идеальном состоянии. Планер, если мой, друзья, надо ремонтировать мою деревяшку, то здесь все просто вот шоколад. Как говорят в Литве, лядос. Это лед, машина лед. Вот из металла, вот только металлическая вот эта штуковина. Это фанера, то есть вюзеляж, вот это все фанерное. Ручечка какая. Ну вот сделано все просто очень красиво, очень. Вот такое какая-то наблюдается эстетика итальянская. Качество у него 32, он соперник этого К6ЦР. Ну и даже его планера, да. Да, но может поляр не такая хорошая, но не жар птица. Ну зато, зато, конечно, просто... У меня, видите, я даже словами говорю какими-то странными, потому что не знаю, что сказать. Я только что придумал название. Какое? Голубь мира. Голубь мира? Да. Расцветка мне тоже нравится. Ну немножечко, конечно, вот перебор разных цветов, но зато смотрится он очень весело. Не, все хорошо, но даже веселее так. Так мы забыли сказать, как он называется. Мурели. Опаздываю я. Уже приехали самолеты. Мне достался мой любимый Робин. Ходок с Рэй по серой сейчас. Робина, еду после вашей старта. Старта. Ну что, поехали. Оп. Сгоняемся потихонечку. Оп. Летим. За Робином летим. Оп. Ну, красота. Как выглядит процесс буксировки, вы наблюдаете. Из интересного. Рядом тоже еще один аэропоезд идет. Поэтому так прикольно это все выглядит. Может, даже специально летят так, чтобы кадры красивые были. Во, вот так. Три. Три планера одновременно поднялись. Вот это, конечно, просто кайф. А почему так произошло? Вот, потому что... Ну, я сейчас даже сниму с головы камеру. Почти, думаю, вам так. Надо следить все время за самолетом. Буквально на секунду отвлекся. И ушел вниз сильно. Это очень нехорошо. Вот, смотрите, поворот у нас идет под нами. Один аэропоезд проходит Вильга. То есть, Робин насколько веселее тащит. И он, соответственно, подрезает круг. Я уже вообще выше всех. Вот коллеги. Справа, вот коллеги слева. И мой любимый Робин. Самый лучший самолет. Буксировщик. Справа город Преный. Интересно, куда нас затянут. Ого, чувствуется поточек здесь такой неслабый. Ладно, аккуратненько за самолетом фигачить. 600. Через 100 метров уже скоро будет отсыпка. Я смотрю примерно, запоминаю, где меня поднимало. Отсыпка. И вот Робин пошел на снижение. Так, а я пошел в сторону аэродрома, наверное. Потому что мне не хочется быть по ветру. А вот чайки слева в потоке стоят. Сейчас попробуем на этих чайк выйти. Вильга тащит планер. Вот они, смотрите. Красавцы. Даже звук от Вильги пришел ко мне. Вот поток. Собственно, мы его проходили на буксировке. Я в него стою. Ну, действительно. Мне нужно набрать максимум высоты сейчас. Я на этом буду концентрироваться. Вот. Протянул, стало получше. Достаточно прилично. Прилично. Прилично потрякивает. Поуже сейчас пытаюсь встать. Внизу мне этот поток чайки подсказали. Они подо мной там болтаются, эти чайки. О! Еще две птицы ко мне подлетают. То есть птицы ко мне летят. Ну, ладно. А я лечу к коллеге. Двоем будет легче. И он явно лучше меня набирает. Поэтому незачем тут особо мудрствовать. Да, хороший поток. Ничего не скажешь. Ну, смотрите. Я догнал аккуратненько уже пухач. Хе-хе-хе. Он был немножко повыше меня. Вот я его в потоке уделал. Не знаю за счет чего. Ну, чуть-чуть я по-другому кручусь. Но мне кажется эффективнее. Ну, вот он, смотрите. Сейчас мы его в хвост выйдем. И 50 метров у меня над ним уже. Высота 750. Мы сегодня обещали что-то до 1000 метров от кромки. Поэтому высоко вряд ли получится. Но, слава богу, сильного ветра нету. 23 километров в час ветерок не очень жесткий. Вот. Более западным что ли стал. То есть вчера был север. Сегодня запад. И вот сейчас нас, например, на аэродром несет. Как там говорят? Мессер на хвосте. На хвосте у меня пухач. Снизу еще бланик подходит под нас. Ну что, друзья. За то время, пока я набирал, набрал сейчас ровно 1000 метров. То есть, по сути, 600-400 метров набора. Набор очень слабый, еле-еле. У меня сдуло, посмотрите, как до аэродрома. Вот точка, откуда набор начинался. Вот крыло показывает. Ну, то есть так. Сдул, будь здоров. Да, потроще с камерой. Ну, а сейчас мы, наверное, пойдем немножечко... Я протянуть хочу. То есть, набор я еще, как бы, может быть, и не закончил, но, наверное, закончил. Сегодня обещали, что больше 1000 не будет. Надо подойти чуть-чуть поближе к стартовой линии. Ну что ж, красота. Мы втроем стоим в наборе. Пухач, Бланик и мой, SF27. Высота текущая 950 метров. И задача сейчас выждать время, потому что старт открывается через 8 минут. Вот, вон где-то там, в районе речки, вот, линия. Поэтому нам нужно держать высоту. Нужно стартовать первый луч против ветра. Ну и вообще, в принципе, надо с максимально возможной высоты стартовать. Вот. Но в то же время сегодня крайне важно стартовать вовремя, потому что времени сейчас 3 часа. Ну и погода будет, ну, вот, вся самая яркая она будет. То есть она чуть-чуть еще улучшится, потом начнет тупнуть. Тем более, он всякие одеяла натягивает. Поэтому моя тактика сегодня не проворонить старт. Даже, может быть, стартовать чуть меньше в высоту. И не париться при этом. О, тут в понедик, кстати, ретро-класс еще. Нас же недостаточно высоко набрали, посмотрите. Даже лучше, чем мы. Сейчас мы туда сместимся, смотрите-ка. Пока мы тут зубами щелкали, ребята, как хорошо набрали на 100 метров где-то выше. Значит, нужно и нам тут набирать. Где сместился стало, да. Действительно, у них явно получше все. Ой, сколько тут народу сейчас построилось. Это уже не только ретро-класс был. Это будет еще. Да, сейчас будет кашиться, мягко говоря. Вот кланик снизу. Это только кирилл. Кирилл хотел майк. Суть, протянул я. Здесь спорт, давай, сейчас мы троним. Кирилл. Друзья, концентрируйтесь, потому что сейчас главное не просохатить. Посмотрите, сколько народу летает. Сейчас на видео точно отвлекаться нельзя. Я снимаю просто, чтобы поняли азарт этого момента стартового. Старт вот там впереди. Все ломанутся, сейчас 11 минут, через 6 минут. И сейчас все ожидают так, чтобы остаться повыше. И тут еще важно, что поближе к старту. Потому что я сейчас нахожусь от старта в черте на каком расстоянии. Это невыгодно. Поэтому явно все вот одинаковую тактику используют. Сейчас ломятся потихонечку против ветра. Где-то там в районе старта, чтобы взять поток. Но это логично. Пробуем туда пройти. Эге-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей. Пошло дело. Еще один поточек. Явно есть. Это позволяет держаться в воздухе. Только потихонечку. То есть сегодня задача моя не обгонять. Даже в общем-то не выиграть день. А не проиграть. То есть если брать сами соревнования, идею на соревнованиях. Сейчас у меня там преимущество аж 15 очков перед конкурентами. Соответственно, я буду стараться сегодня не сколько у них выиграть, сколько не проиграть. То есть нужна стабильность некоторая. Вот они пошли все вперед. До старта еще 3 минуты. Ну да. Надо краситься потихонечку к старту. Старт у нас где-то. Вот еще до него лететь и лететь до этого старта. Да, надо было, конечно... По идее, надо против ветра прорезаться. Чтобы хотя бы потом. Это нам помогало. Старт сейчас пересекать смысла никакого нет. 900 метров. Ну и тянуть тоже смысла нет. Что там? Ну в потоке стоит кто-то. Ну давайте сместимся. Оп, вот у них позиция для старта уже очень хорошая. И, собственно, набор. Вот они с этого набора могут и стартовать уже. Это я где-то просохатил. Отличный поток, совершенно шикарный. И как раз в том месте, которое нужно. Теперь главное его не потерять и выбрать здесь максимум. Эти ребята повыше меня. 200 метров. Даже не понял, как так они... Питра. У нас... Видимо, раньше сюда пришли, пока я там тупил. Но поток сильный. И поэтому сейчас мы быстро эту разницу снивелируем. Снизу чайки. Ну это вот тоже самое место, в котором примерно меня оцепили. Только сейчас, видите, немножко подпрогрелось. Поток реально крутой. То есть до 4 метров в секунду. Но это на этом моем осреднителе, который что-то считает там не совсем корректно. Но чайки вон прут столбом. То есть прям вот огонь. Я думаю, что мы сейчас... С учетом того, что старт уже открыт, мы сейчас вырванем стаей. Ну что ж, друзья, мы поплыли к старту. Окно вот. Бенос выше меня. Тысячу метров я опять выбрал. Но, честно говоря, вот можно видеть и 1100. Но я не хочу терять время, потому что вот эти 100 метров, они уже потом могут дорого стоить. До стартовой линии осталось немного. Смотрите, как происходит старт. Сейчас сделает квайн. Все, старт. Поехали, погнали. Ну, теперь центр зоны левее. Я надеюсь, что где-то здесь, надлесом, мы возьмем поток. Погнали. По маршруту. Время, запоминаем, 15-20. То есть мне нужно будет приземлиться через полтора часа. Ну, так тает высота достаточно отремительно. 600 метров у меня уже. Совсем мне это не нравится. Я пытаюсь сейчас здесь вот на этом краешке, с учетом ветер справа, должно резать потоки где-то здесь, на краю леса, возможно, будет поток. Собственно, я хочу его взять. Очень хочу. И потом меня ветром снесет достаточно удачное место. Вот. Отлично, есть поток. Все, встаю в набор. Тример перекинул. Погнали. Чайки всякие тут тоже. Чайки мои помогаторши сегодня. Так, ну что. Я взял, вырезался немножко против ветра. И сейчас, в принципе, поток меня будет сносить. Ну, то есть, как бы все грамотно получилось. То, что меня сейчас сносят, меня не совсем туда куда надо сносят, но мы можем считать, что куда надо. Ну, и снос небольшой. 23 километров в час ветерок. Это по сравнению со вчерашними 35-ю. Ерунда. А вот ребята там еще, может, даже не стартовали. Некий драматический момент ситуации. Вот линия старта. Дыр, что она, собственно. И меня ветром снесло ровно на линию старта. То есть, до нее осталось совсем чуть-чуть. Поэтому будет иметь смысл перестартовать. То есть, я через 2-3 спирали, как раз меня вынесет на линию старта. Я ее пересеку еще раз. И, де-факто, я буду перестартовывать. То есть, ну, почему так нужно? Ну, потому что у меня сейчас за порядок более выгодная позиция для полета. Потому что, фактически, сейчас я за 7 минут набрал высоту. И меня сдуло на линию старта, на которой я был в свое время на 9-100. То есть, сейчас у меня на 400 метров более выгодные условия до старта. И я практически ничего не теряю. То есть, меня вот сейчас даже выходить из потока не нужно. Меня подносят. Видите, к линии старта подтаскивают. Еще пару спиралей. Но я, правда, и не буду больше добирать. Ну, точнее, поток уже прошиб немножко эту подлую инверсию. Поток достаточно сильный был. Но он уже сдох, поэтому я вот сейчас буду фактически терять уже время. Так что, буквально еще чуть-чуть. И пересеку линию старта, и все. Пересек. Оп. И перестартовываю. Ну, подо мной какой-то планер. И я сейчас попытаюсь на свой старый трек выйти, на свой старый поток выйти. Старт есть. Вот с левой стороны стоит в потоке, может быть, планер. Но я не вижу великого смысла еще набирать. Я думаю, что надо идти вперед. Может, они будут перестартовывать как раз тоже, как и я. Я иду вперед против ветра. По направлению... Вот почему против ветра? Потому что в такую погоду часто потоки имеют свойство грядица. То есть, видите, вот сейчас вот эта вот вся линия, по которой я набирал, может выглядеть... Сейчас только надо левее, наверное, взять. Как некая гряда. То есть, этот поток, может быть, впереди еще стоит. Перед ним следующий. То есть, вот... И эта линия практически ведет меня в зону необходимую. То есть, мне в центре зоны надо повернуть налево немножко. Но туда меня ветер снесет. Потом старый трек. Будет ли меня на нем поднимать? Я иду 90 км в час. Ну, нолики. Я почти не теряю высоту. Вот сейчас будет начнет поднимать, наверное. Смотрите. Да. Есть немножко. Ну и все. Сейчас есть не сильный поток. Может, чуть наберу. Но, может, уже и не буду париться. Дальше пойду. Друзья, я взял зону. Вот самый краешек ее взял. И сейчас я какой-то пыточек пытаюсь найти. То есть, высота у меня сейчас 650 метров. И мне бы хоть какой-то нолик, хоть что-нибудь. Я не могу пока найти. И я понимаю так, что мне надо тянуть, наверное, куда-нибудь туда, в поля по ветру. Назад. Блин, тут лес до горизонта. Да. Весело. Ну, тянем через лес на поля. На другой стороне Берпреной. Ну, друзья, драматический момент. Я тут на низкой высоте над лесом. У меня 400 метров. И, конечно, я тут мочью очко перекусывает. Можно сказать, лом. Ну, я долетаю до полян. Вон там, по задочной площадке есть. Ну, конечно, очень мрачно это все выглядит. Или поток, я бы не сказал, что какой-то такой прям нормальный. Сносит меня ветерочком, но слабо. Блин. Вот это жопа. Прям реальная жопища. То есть, ну, при этом вроде как все было так красиво, а потом так раз, и все не очень красиво. Вот что-то такое. Я цепляю какой-то слабый-слабый плюсик. Вот протягиваю. Еще протягиваю. И вываливаюсь из него сразу же, как только начинаю поворачивать. Вот. Раз, видите, плюсик. Плюсика не стало. То есть, я вроде как и вниз сильно не иду. А вроде как и вверх сильно не иду. Ну. Причем здесь меня выплевывает, и получается все значительно хуже. Попробую еще один кружочек. Мне надо уже 500... Ну, в общем, я теряю высоту. Мне надо пробиваться куда-нибудь в какой-нибудь поляне на посадку. По-хорошему. Но в то же время за любой ноль надо цепляться. Чтоб меня, по крайней мере, посадочной площадки снесло. Ага. Чуть подхватывает по чуть-чуть. Вот. Дрифую я под с ноликом. Сцепил зубы. Сжал яйца. Ну, в общем-то так. Не буду отвлекаться на съемку. Ну, его в баню. Фу, как страшно. Ну, вот и весело. Надо искать поляну. 400 метров. Совсем низко. Ну, на той стороне есть вон паханые поля. Длинное поле есть на той стороне за лесом. Направление по ветру нормальное. Попробуем туда перелететь. Как раз, блин, кладбище еще ко всему. Еще можно сражаться по чуть-чуть. 350 метров. Да, херово. Ну, и хреново. Птички. Ну, вы хоть найдите мне поток, а? Хоть какой-нибудь, пожалуйста. О, пока милеварик запел. Уже хорошо. Ну, уже басра тушки, друзья, прям реальные. 300 метров. Давненько я с такой высоты не улепетывал. Но, вроде как, подъемчик есть. Вот сразу уже 350. Пример по максимуму. Жопу сжать. Теперь главное этот поток не потерять. Не продуплить ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя продуплить его. Даже поток-то, в общем-то, неплохой. Вот, мы уже 380 метров высоты набрали. Я тут с такой высотой, может, и до аэродрома дотяну даже уже. Пока я не ревизуально. В такие моменты, друзья, обычно обещаешь бросить курить, пить. А и потребствами заниматься, только бы выбраться. Ну, вот. Так. Ну, что ж, друзья. Тысяча метров. Это очень долго времени заняло. Вот крыло показывает ту поляну, с которой я взял поток. Меня сдуло достаточно до большой раз количества времени. Ой, дистанции. Но меня сдувает в нужное место. На следующий поворотный пункт. Я вот сейчас сдуваюсь по ветру. Буду стараться набрать максимально возможную высоту. Потому что мне сейчас это выгодно. То есть я и сдуваюсь, и лечу по маршруту, и высоту набираю. Вот. Ну, сейчас главное поток не потерять. То есть тысяча метров, как вы помните, место, где эти потоки пытались рассыпаться и так далее. Очень хочется мне быть сейчас сильно повыше, потому что предыдущий мой эксперимент с опусканием на 300 метров мне очень не понравился. Поэтому все бессилами души я глажу этот поток. Пытаюсь в нем удержаться и выдать по максимуму все слюнки из него. 17 километров до поворотного пункта. Но так как там кружочек, то я буду стараться не сильно далеко в него заглубиться. Потому что мне это не нужно. Но если с хорошим потоком, то можно и заглубиться. Ну, пока, видите, вот под нами вся наша ретро-тусовка. Вон, еще один планер ниже. Еще один планер ниже. Все тут болтаются. Времени у меня еще час. Без 55 минут. Что я буду 55 минут делать, я не знаю. Видите, у меня столько желания забить на дистанцию и просто прилететь. Хотя бы, грубо говоря, привести реальный результат. Просто прилететь на аэродром. Но для этого мне надо сейчас поворотник взять. То есть я буду... Сейчас попробую программы минимум. Я сейчас беру поворотный пункт максимально высоко. Потом пробую пройти против ветра, набрать для рывка к последней зоне. И после этого, скорее всего, с недолетом по времени буду финишировать. Вот, встал планер в поток чуть против ветра. Видите, у меня, к сожалению, поток кончился. Ну, как я и говорил, что вот этот набор 1300, который был совершенно случайным, он меня, конечно, выручил, но сейчас уже смысла нету. Надо по ветру лететь в сторону поворотного пункта. Все. Ребята там стоят, но я лучше к ним вернусь, когда возьму поворотник. Да. И, видите, верхний ярус стогнало, то есть прогрев уходит. Вот это меня тревожит. То есть вот эта моя идея перестартовать, она... Ну, она мне ничего не потерял. Я, грубо говоря, там, может быть, 2-3 минуты по времени потерял. Вот. Ну, что делать? Уже было решение и есть. Сейчас, конечно, в идеале мне какой-нибудь нолик взять здесь. С этим ноликом снестись куда-нибудь подальше в центре зоны. Сейчас я буду пересекать. Next. Все, я нажал на следующий. Ну, а сейчас немножечко буквально заглублюсь, капельку буквально. Совсем чуть-чуть. Вот, видите, есть все-таки какой-то поточек. Поточек. Я, по крайней мере, попробую. Если есть, то мне выгодно набрать 50 метров. За это время немножко по маршруту сдует. То есть дистанция будет больше. Сейчас спешите, некуда. Мне осталось чуть-чуть вернуться, набрать. Взять следующий поворотник. Ой, ну вот, что-то не очень. Потянуло немножко, но слабенько. Поэтому, наверное, я сейчас буду разворачиваться. Да, минуса. Да, блин, минус 2,5. Все, нафиг. Я разворачиваюсь и ухожу из этой зоны. Назад к планерам, которые набирают. Сейчас еще чуть-чуть вбок, чтобы не собрать минуса, которые только что собрал. О, теперь пищишь, да, из вредности. Все, начинают двигаться против ветра. Лучше я против ветра подальше скажу. Видите, планера, которые я бросил, они уже на сколько выбрались. Но сейчас они мне подсвечивают поток. И это хорошо. Они, собственно, работают у меня сейчас фонариками. И если они уже взяли зону, то понятно. А если нет, то я вот сейчас к ним вернусь. Сейчас наберу и пойду в следующую зону. Там я попробую, конечно, куда-то там заглубиться немножко. Но очень не хочется заглубляться. Вот так как я в прошлый раз заглубился, чуть-чуть не сел. То есть надежность. Конечно, хочется выиграть упражнения, всех победить. Но, во-первых, очень не хочется до поляну. Вот, это первое, что больше всего не хочется. А второе, просто прилетев на аэродром, ты получаешь уже достаточно большие очки. Ну, там, относительно. А вот, не долетев до аэродрома, ты сливаешь все. То есть день, можно сказать, и соревнования просраны, если ты садишься на площадку сегодня. Ну, в данном случае я. Ну, поэтому решение однозначное. Импланер стоит надо мной. Я к нему подстраиваюсь. Потоп вроде как хороший. Попробуем набрать тысяченку опять. И будем ползти против ветра. Медленно, печально. Нам еще летать 50 минут нужно. Вот идеально было бы, если бы я в районе Бифсона со следующий поток взял, вот в районе лесов этих, и там опять выбрал вот этот максимум в тысячу, там, 200, допустим, метров. И тогда вот это было бы уже идеально прям. Друзья, я специально встал в противоположную спираль. Вот, где нас, по-моему, внизу, чтобы делать красивые виды вот на этих сходячихся курсах. Ну, сейчас набираем высоту. Хороший поток прям идеальный. Опять, у меня тысяча метров. Я придумал новый план, друзья, какой. Я придумал, что я сейчас потихонечку постараюсь максимально, не сразу в зону эту брать, а пройти немножко против ветра, вырезаться по максимуму, чтобы эту зону взять. И потом, ну, чтобы иметь возможность как можно дальше заглубиться, взять ее подальше, потом вернуться на аэродром. Вот такой вот у меня хитрый план. То есть взять ее против ветра, чтобы потом домой легко было возвращаться. То есть сейчас я трачу время на то, чтобы рублюсь против ветра, но зато потом где домой по ветру, то есть я с любым пузырем могу вернуться. Вот такой у меня хитрый план. Потому что если в зону лететь, то это куда крыло показывает, а я хочу туда вот в район города Принай. Вот оттуда уже, так там, иметь возможность домой вернуться уже чисто на долете. Друзья, пытаюсь взять поток. Мне что сейчас нужно важно. Но у меня есть много времени, но у меня нету высоты, ну, как. За это время я могу набрать на высоты и сходить еще дальше в зону. То есть я сейчас, в принципе, выполняю задачу минимум. Я могу космопса, мне 3 километра до входа в зону осталось. То есть никаких проблем. Высота ему не хватает, 800 метров моих. Клюнуть в зону в 3 километрах. Вот и после этого попробовать. Ну, вот не получается у меня здесь набрать. Надо идти все-таки в зону. Потому что я сейчас даже теряю эту высоту, которая у меня есть. И рискую. О, видите, заигрался. Получилось только хуже. Чуть придерживает единственное, что где-то здесь может быть поток. То есть будет глупо тоже этот поток прошить. Ну, вот как-то так. Я думаю, что я, пожалуй, клюну, схожу, клюну в зону. Потом попробую набрать поток. Взять поток. И попробую в зону сходить еще глубже раз. А может, вот сейчас у меня все-таки будет набор у меня. Ну, пробую. То есть любые 100 метров, которые я сейчас наберу, просто увеличат мою дистанцию. Время уже никакое, понятно, все равно. С такими наборами. Я тут продуплил кучу всего. Но в целом, я вижу птичку внизу. Чайка крутит. Сейчас мы к ней, к чайке сместимся. Может, получше будет. Ага, получше стало. Спасибо, чайка. Спасибо, милая. О! О, сейчас тычонку понабрать. Как раз сейчас 16 часов 23 минуты. Если я наберу трещинку, это займет у меня где-то минут 5. Вот. И тогда уже можно смело идти, ходить на сколько-то в зону и дальше возвращаться домой абсолютно надежно. Вот такой у меня коварный план. Пробую его выполнить. И высота потихонечку растет, 2 митра в секунду. Что и требовалось. Чайки просто лапочки. Спасибо вам огромное. Да, чайки сегодня просто лапочки. Спасибо им огромное. Единственное, непонятно, что чайки делают на высоте. Им уже вроде как рыбу ловить нужно. Но может улетают им потусоваться. Порадовать. По полагинистам помочь. Во, улетают. Возможно, ради этого. Да, в ливанс случае спасибо. Можете посмотреть на довольного Волкова, который взял хороший поток. Фу, это по сути крайний поток дня. То есть я сейчас набираю и пойду нафиг фидишировать. Всегда в таком случае главное на радость этот поток не потерять. 1050 метров уже вынесло. Может быть 1100 наберу. Но при этом, видите, меня опять вдуло на Бирштанас. И у меня опять 3 километра. Помните, я пошел, собственно, брать зону. Решил, что возьму, а там будет видно. Так, вот я меня опять вдуло на 2, где-то на 1,5 километра за набор. Так что вот это надо понимать. Так, ну что. Пока набор есть, я еще набираю. То, что по сути, это моя вся высота, которая мне позволит совершить вот этот рывок против ветра. Ну, тоже сильно залеживаться не стоит, потому что сколько тут еще. Я вижу, что поток, ну, это классика, как он слабеет. Бывает, что они пробивают инверсию. Вот подо мной чайки стоят в потоке. Бывает, что пробивает инверсию поток. Но вот до какой-то высоты. Вот в прошлый раз было 1200, вот раз 1100. Нормально. Ну что ж. Так как сейчас, видите, у меня высоты достаточно, я пойду попробую эту зону все-таки взять немножко сбоку. Сейчас я поясню вам. Ну, это она следующая зона. Я пройду немножко против ветра. По телу потока того. То есть, рассчитывая то, что по такому курсу тоже может быть поток. Хотя мне надо вроде как в зону брать лево-лево. Но у меня сейчас дистанция достаточно большая. Я могу смело... Ого! Ну что, надо скрутнуть? Нет, это был заброс просто. Дальше идем. Оп! Вот так, доворачиваю. Где-то вот туда. Попробовать таким курсом сходить. Надеюсь, что у меня все получится. Крайне удачно сейчас двигаюсь против ветра. Вот зона, которой мне нужно клюнуть. Видите, а я против ветра прям в нуля к виду. Вот была у меня 1100. 1100 и осталось. Продолжаю движение против ветра. Сейчас фактически клюну в зону следующую. 950 метров высота у меня. 32 минуты. То есть, я не дать... Сейчас еще мне надо летать 28 минут. По идее. Чтобы была хорошая скорость. Результат. Все. Есть. И теперь я нажимаю, чтобы в финал подсунной на финишном глайде. 6 километров до подсунной. То есть, понятно, что я могу вполне 6 километров, метров, наверное, с 500 дойти. А я сейчас буду идти вперед. Увеличу дистанцию километров до 10. И буду рассчитывать, что 10 километров мне нужно при качестве 20-500 метров. Ну, что я вполне себе могу позволить иметь. И тогда пойду уже на долет. Но большее у меня желание попробовать найти восходящий поток, чтобы взять побольше дистанции поток. То есть, если я сейчас наберу опять тысячу, то я смогу еще вперед пробиться на какое-то количество километров. И как раз использую свое время, которое у меня осталось. Одно дело хотеть поток, а другое дело ему и иметь. Тает высота, как я говорил, 500 метров у меня будет высотой разворота. Вот пошли какие-то пузырики. Если я здесь возьму поток, это будет большой удачей. Попробую. Ну, вот сейчас рано радоваться, потому что этот заброс вполне возможный за счет скорости. Но в целом я чувствую, как меня обнимает энергия потока. И да, есть поток. И вот здесь теперь мне надо висеть и тусоваться до упора. То есть, брать этот набор до 1100. То есть, набирать 200-300 метров. Как раз я на это потрачу время. То есть, сейчас все прям складывается, как мне нужно. Очень я доволен, что я взял здесь поток. Поток устойчивый. Может быть, не такой сильный, как хотелось бы. Но как бы было позорно сейчас не взять потоки, улететь сразу на аэродром, не долетав кучу времени. Это с точки зрения спорта какой-то спортивный позор, я бы так сказал. Успокаиваемся, сконцентрируемся. И работаем. Ну, потерял я поток в данном случае. Я набрал 100 метров высоты. И меня сдуло достаточно сильно. И вот смотрите, на картинке видно, как мы добимся вперед. Сейчас я приду к точке, откуда этот набор начинал. И вы увидите, ради чего я все это делал. Вот есть, правда, подъемчик небольшой. Может... Сейчас я стараюсь занять линию некоторую против ветра. То есть, в этом случае мы будем на линии, которая, по идее, может дать нам следующий поток. Но вот не получилось. Вот сейчас я вот только сейчас дошел до того места, где я был. И высота моя 850. То есть, я выиграл всего лишь, ну, фактически 50 метров высоты. Ну, 50 метров высоты, с другой стороны, это при качестве моем текущем там пусть 20 против ветра даст мне километр, наверное. Километр дистанции. Страшно-то, конечно, лететь от аэродрома и понимать, что вот сейчас непонятно, чем это кончится. В прошлый раз были так низко. Вот текущие 10 километров до Пацунной, но это до цилиндра еще 3 километра до аэродрома лететь. Поэтому, наверное, 600 метров я оставлю запасами, на 600 метрах буду разворачиваться. 39 минут. Ну, понятно, что 10 километров мы лететь там 7 минут. То есть, я где-то приличное количество времени не долетаю, но и поделать с этим уже ничего особо не поделаешь. Могу единственно рассчитывать на то, что я могу по дороге домой какие-то нолики покрутить. То есть, я теоретически могу просадить себя немножко ниже, даже чем 600 метров, наверное. Но это будет, это, пожалуй, будет неправильно. Это будет совсем рискованный вариант. Такого нам не надо. 11 километров. Наверное, что, 12 делаем. С 12 километров. Ну, нет, наверное, 12 будет перебором. 650 метров. Может быть, хоть какой-нибудь нолик бы сейчас зацепить на маленькой высоте. И можно с этим ноликом спокойно путешествовать. Ну, нолик, 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 нолик. Что-то начинает подергивать. 600, все, разворот. Ох, ты шли, как далеко аэродром. И теперь очень страшно мне. Вот таким курсом на аэродром. На скорости максимального качества. Да. Вот такой тревожный кидолет, друзья. Я не гоню, лечу медленно. Лечу прямо на аэродром уже, в принципе. Можно, конечно, попытаться что-то там вилять. Но я надеюсь, что мы дотянем. Ветер у меня попутно боковой. 32. А, ветер попутный. Так что, да, надо было, кстати, это учесть. О, а вот и поток. Ну, сейчас, наверное, не стоит заигрываться. Сейчас просто стоит спокойно лететь на финиш. Можно, конечно, было бы покрутить этот поток. Но я думаю, что... Ну, и так страшновато. До аэродрома еще 7 километров. А, надо же учесть, что это 7 километров до стартового цилиндра. До самого этого аэродрома больше. Ну, ползем над кромками елок. Как это выглядит? О, поток. Так как я не спешу, я показываю вам, что можно было бы сделать. Вот, если бы сейчас... Ну, хотя, как бы вот... Сейчас можно, знаете, что сделать? Можно заиграться. Сейчас я попытаюсь вот это 0 закрутить. И просру больше высоты, чем, собственно, что я и сделал. О, посмотрите. Минус 2 метра в секунду на этом забросе. И вместо того, чтобы лететь к аэродрому, я слил какое-то количество высоты. 5 километров осталось до аэродрома. Высота 400. Ну, должно хватить, если каких-то санских минусов не будет. О, тревожно это. Аэродром прямо по курсу. Ощущение, что мы до него не долетаем, стойкое. Ну, вроде как, не так не должно быть. Плыву, как могу, друзья. Вот тот случай, когда аэродинамическое качество мое крайне важно. Будет, конечно, подлостью приземлиться, не долетая до аэродрома, в какую-нибудь пшеницу. Представляете, что чувствуют, как чувствуют себя долетальщики. Вон, надо мне доложиться. Ход LX-3 30 километров из Иштасюю. Надо все-таки небольшой маневр сделать, друзья, чтобы приземлиться против ветра, а не врагом. Так, все, и теперь я дотягиваю до стоянки. 120 скорость, сейчас подведу планер. В планете, помните, как в прошлый раз мы долго-долго летели над землей. Ну, кстати, может, я и перестарался. Долетим или не долетим? Смотрите, я сейчас тормоза вообще не трогаю. Летим, 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 летим. Ну, слушай, скорость, ты не гасен, как хорошо планер летит. Уже, собственно, и вот сейчас тормоза-то уже и пригодятся. О! Оп! Красота! Фух! Вот и закончен наш полет. Я, в принципе, доволен собой. Задача минимум выполнена. Можно было чуть лучше, но это было бы уже связано с некоторым риском. А в данном случае на этих соревнованиях он совершенно не нужен. Здесь главное удовольствие. И вот удовольствие я точно получил. А результат мы узнаем чуть позже. Посмотрим, как на спортивном поприще сегодня я выступил. 25 лет назад, в 97-м году, примерно в это же время, на этом аэродроме, прям вот на этом же аэродроме, я летал на параплане, выиграл чемпионат Литвы 97-го года. И попал в сборную, поехал на первые Олимпийские игры воздушные в Турцию. И, наверное, с тех пор началась у меня моя большая парапланерная карьера, которая потом меня привела к планеризму, а планеризм привел меня сюда. Круг замкнулся. И я думаю, что мы с ребятами обязательно встретимся через 25 лет, как там было, 20 лет спустя, у этих Д'Артаньянов, но у нас будет четвертак. Такие планера будут уже винтажные. Да, будет уже, такое, да, стиль пластиковый, показываешь, это чехлы показываешь. Обычный пластиковый планер будет винтажным, я не знаю, на чем будет летать, но мы будем летать обязательно, да, Вилос? Да, конечно. До новых встреч, глубоко уважаемые любители лета и спорта. До новых позитивных роликов. Викки-гид, да? Да. А что? Субтитры подогнал «Симон»